Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Это видео я хочу посвятить действительно проблеме, проблеме многих женщин о неправильном выборе белья. Мы уже с вами говорили на эту тему, но сегодня я хочу еще раз объяснить, почему очень важно правильно подбирать белье. И действительно, гинеколог, только вы придете, может вам практически сразу поставить диагноз по вашему нижнему белью. Это действительно так. Но сегодня мы с вами поговорим о трусах. Я нашла как раз трусы новые, купленные, специально которые покупала для видео. И что хочу сказать. Самые опасные трусы, опять же самые опасные, но очень любимые всеми женщинами, это всеми любимые стринги. Почему-то действительно многие женщины их очень любят. Да, я не против данного вида трусов, трусиков, но эти трусы не для ежедневного использования. Вы можете их куда-то там одеть единожды, но каждый день носить нельзя. Почему? Потому что вот данная полосочка, которая очень тоненькая, я считаю, что это еще такая приличная, да, обычно она вообще бывает в виде ниточки. Соответственно, она очень опасна и вредит женскому здоровью. Чем вредит? Это циститы, которые постоянно беспокоят женщину. Циститы проблема, которая действительно очень важна. Вы постоянно лечитесь, принимаете антибиотики, какие-то сильно действующие препараты. Циститы повторяются и повторяются. Почему? Потому что вот по этой полосочке и бактерии, которые есть в прямой кишке и в самом кишечнике, перебираются к влагалищу и к мочевому пузырю. И вот эти кишечные палочки оказываются в мочевом пузыре. И действительно, для нас это очень опасно, для женщин, да, как бы начинают беспокоить циститы. Пока вы их носите, эти трусы, циститы вас будут постоянно беспокоить. Сейчас мы сначала поговорим про женские трусы. Следующий вид трусиков, это вот такие трусы всякие, кружевные. А, еще момент, что обязательно полосочка должна быть не менее 9 сантиметров в ширину. Вот эта полосочка должна быть не менее 9 сантиметров, чтобы вас ничего не беспокоило. Следующий факт, следующий вид трусиков, это вот такие трусики всякие разные, кружевные, красивые, да. Такие вот разные. Почему? Я их тоже не очень вам рекомендую. Опять же, когда-то, куда-то одеть, пожалуйста, но не для повседневного ношения, да, этих трусов. Почему? Потому что они сделаны очень из синтетического материала. Если вы еще пользуетесь плюс прокладками ежедневными, тогда это будет двойне опасно, так как создается очень сильный парниковый эффект. То есть они не хлопчатобумажные, а все вот такие вот синтетические. И, конечно, особенно, когда жара, вот будет сильное такое вот испарение в этих трусах. И различные проблемы кандидозы, баквагенозы, различные воспаления, которые обычно очень мешают женщине спокойно жить. Этот факт тоже надо учитывать. То есть самые наиболее оптимальные, да, это вот такие вот обычные трусики. Такие можно вот без вот этих вот кружевов, то есть из обычной ткани. Это для повседневной носки. Тут 95% хлопка, то есть они наиболее удобные, да, вот такие шортиками есть всякие. Это не шортики, да, это какие-то тоже из хлопчатобумажной ткани. Поэтому вот для повседневной носки одни трусы пошли на свидание, там еще куда-то одели красивые, пошли на свидание. То есть вот, если вы приходите к доктору, и у вас такие вот трусики, понятно, что мы здесь ждем и баквагеноз, и кандидоз, и различные воспаления, вагениты. Что, конечно, очень негативно сказывается на вашей флоре и на вашем женском здоровье. Следующая проблема, которая касается так, как женщин, так и мужчин, это резинка. Вот покажу на примере, допустим, этих трусиков. Нет, они скреплены, вот эти вот. Если вы чувствуете, что трусы сильно растянулись, что они были маленькие, стали вот такие вот большие, и они с вас спадают, это означает, что вы поправились, и что вам нужно последить за своим здоровьем. Поэтому это касается как женщин, так и мужчин. Сваливаются трусы. Обратите внимание на ваш пьес. Это очень важно. Очень важно. И следующая проблема, это наоборот, тугая резинка, когда трусы очень тугие. Женщины особенно любят так называемые высокие трусы с эффектом утяжки, когда вот все, как вы думаете, все стягивает, все вот это вот, массу убираем, да, этой утяжкой. Но для постоянного, опять же, ношения данного белья, то есть мы можем одеть на 2-3, ну максимум 4 часа. Но не более. Постоянно в таких трусах ходить не нужно. Так как вы утягиваете сильно, вот жировые отложения уходят кверху, все это давит на желудок, на диафрагму, и получается, да, у нас рефлюкс, когда происходит заброс пищи. Это тоже вот пищевых вот этих масс обратно, это факт, который есть, который важен. И следующий момент, это как раз уменьшает кровообращение в органах малого таза, и здесь могут быть различные проблемы сексуального характера. То есть это отсутствие оргазмов, различные проблемы с наступлением беременностью и так далее. То есть эти факторы, они должны учитываться, когда вы подбираете бельё. Всё-таки бельё должно быть удобное, приятное к телу, и для того, чтобы оно вам не вредило, да, а именно всё-таки, как говорится, помогало, да, в повседневной носке. Поэтому обязательно подбирайте удобное бельё. Всё сразу скажу, лучше не мерить, да, то есть подбирать по размеру. Вот видите, я очень как бы рада, что сейчас вот так вот бельё зашивают, что, да, его невозможно померить. Или вот, ну, такими вот, как бы, думаю, что их померить невозможно. Вот купил, пожалуйста, носи, но не меряем, так как у меня есть видео про примерку нижнего белья. А я вам желаю всего самого наилучшего, чтобы вас ничего не беспокоило, чтобы вы были здоровы и счастливы. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, буду рада на них ответить в формате видео, прямого эфира. И если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, и здесь вы увидите много интересных тем. Пока-пока!